Всем привет, меня зовут Тальтер, вы находитесь на канале Cheggereout. Это я говорю для новеньких, потому что я еще никогда не снимал обзор на YGVN. Я хотел в прошлом году, но все, что-то как-то забивало. Я смотрел обзоры других ребят и думал, я никак не сравнюсь вообще с ними. Но в этом году почему-то решил все-таки начать снимать обзоры. Посмотрим, это первый обзор, если это можно так назвать. Если вся эта тема не проканает, то я просто забью на это. Но все-таки решил начать. Что я хотел сказать вначале. Я не такой знаток КВН. Я не знаю кучу команд и так далее вообще. Я долгое время не смотрел КВН. Ну, смотрел в детстве, потом долгое время не смотрел. И вот в семнадцатом году, или в восемнадцатом, короче, в восемнадцатом, по-моему, я увидел плюшек. Я так охренел. Ну, это вот, я не знаю, они как-то меня сразу сразили. Это команда, этот Богдан. В общем, я пересмотрел все их видосы. Премьерку, вышку, вышку, в общем. И что-то как-то втянулся. Вот. А в следующем году я смотрел, потому что появилась Татнефть. Это мои земляки, типа, подождите пока говнить в комментариях. Все скажу еще в дальнейшем. В общем, появилась Татнефть и Наполеон Динамит. Я, конечно же, болел за Наполеон Динамит. Ну, мне как-то больше скатил Бурдашев. Сама команда без него, конечно, слабоватая. Но один выход Бурдашева меня всегда радовал. Время от времени. И также я болел за Борцов. Но финал, вы сами все помните, как там все произошло. Я был в шоке. И этот момент с жюри, Татнефтью и так-то. У меня, конечно, на этот счет свое мнение. Мне кажется, что, ну, не надо было прогибаться под зал. Что, ну, короче, ладно. Не будем спорить по этому поводу. Победили так-то. Все. Татнефть, вице-премьера. Кто там? Второе место, в общем-то, типа. Ладно. Я думаю, хватит болтать уже. Давайте посмотрим. Я тут себе сделал таблицу, чтобы, ну, заметки какие-то написать. И говорить. Буду смотреть. Вот, я уже смотрел эту игру. Но смотрю еще раз, чтобы, ну, вам сказать, что понравилось, что не понравилось. Ну, и свое мнение просто по поводу этой одной восьмой. Поехали. Ну, что, вот я еще раз посмотрел этот КВН, одну восьмую. Записался на листочек себе заметочки кое-какие. И давайте, я думаю, начнем по порядку. В дальнейшем я не знаю, конечно, как все пойдет. Но вначале, вот как они выходили, так и будем все говорить. Татнефть. У всех были такие завышенные ожидания от ребят. Вот я сейчас опять вроде как выгораживаю их. Но на самом деле нет. Я очень недоволен. И мне немного даже стыдно как-то, что... Да и не стыдно, но стремно просто то, что вот так вот как-то они залажали. У меня, может, тоже у самого были какие-то такие ожидания. Но вроде думаешь, вице-премьер, вау, клево, они второе место заняли в прошлом сезоне. И выходит со славой песней. Там потом дальше песня была у Светы. Она типа, ну, вроде как посильнее даже. Не знаю, что мне там понравилось. Вот мне понравилось про ножницы. Ну, в дальнейшем, конечно, только сам твист. Я почему-то, ну, догадывался, что это произойдет. Ленточка это, ну, что-то как-то, я не знаю. Мне кажется, ну, все это как-то очень-очень слабое. Что из миниатюр? Стриптиз прикольный был с этим, с рубашкой. Галя! Галюня! Галюсик! Галю Пауна! Но патч был слабоват. Костя хорош. Вот во всех играх мне, ну, вот, мне больше всего из этой команды нравится Костя. И, ну, и вот чувак, который пародирует. Но, опять же, Мишустин. Зачем? Зачем это селфи вообще? То есть, он вышел, ничего практически прикольного не сказал. Короче, ну, миниатюрки какие-то слабоватые. И этот жест, знаете, когда... А, вот. Максим. Максим Шурифуддинов. Опять же, видос новостей. И тут он выходит. Типа, вау, да, прикольно. И все эти миниатюрки, они... Ммм... Ну, вот такое. И вот этот вот жест, это что? Это что такое вы делаете, ребят? Причем кто-то делает, кто-то не делает. Ну, как по мне, это как-то смотрелось все криво. Вот. Особо он, в общем, не вытащил. Вроде, вот, он появился. Думаешь, о, сейчас что-то прикольное будет. Забавно было про этот... Когда он уходил, он сказал про тигра. А вы знаете, что накануне в Челябинском зоопарке тигрица родила тигренка? Вот. Единственный момент, когда, ну, мне прям очень было забавно. И я поражал с этого. Ну, мне кажется, здесь ожидания не были оправданы. И из-за этого может. Очень стрёмно. Дальше идем. Доктор Хаус. И по сравнению с Татьнефтью, они прям вообще молодцы. Очень хорошо смотрятся. Четвером всего лишь на сцене. В общем, приятные ребята. Я не... Ну, я вот всех остальных, я их вообще не видел. Кроме бурятов, видел немного. Но особо этот... Не обращал внимания. Что у нас здесь? Бодренько по сравнению с Татьнефтью. Хорошие шуточки про Беларусь. Прям вот... Пам-пам-пам. Выстрелы эти были. Ну, отлично. В общем, все заходило. Миниатюры были не все смешные. Но я отметил парочку. Салют. Серьезно? Просто звук? Вообще просто топ. Диплом. Вот этот. Мужик купил диплом в переходе и пришел устраиваться на работу. Это тоже очень забавно. И выборы. И президентом Республики Беларусь становится Александр Григорьевич Лукашенко. Александр Григорьевич Лукашенко. Тоже очень забавно. Потом перепись с населением про имя апостола Лука. И момент в больнице. Ну, там, как мне показалось, немного слабые панчи. Но, в принципе, прикольно все. Короче, вчетвером у них получилось, мне кажется. И они, ну, здорово себя показали. Я думаю, тут больше уже такого особо нечего сказать. Короче, ребята, молодцы. Идем дальше к бурятам. И вот, когда они вышли, я такой, вау. Вау, вот это да. Очень круто, бодро. Это мелодии из такси. Буряты! Взяли! Харизму! Взяли! Анаполы! Взяли! Давайте! С нами! Ха! 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 Очень круто. Прям, ну, я не знаю. Я, повторюсь, я особо не обращал на них внимания. Я видел их, по-моему, в премьерке. Не знаю, что я смотрел там. Ну, короче, они мне попались. Я такой, да-да-да. И, возможно, даже про мат. Не знаю. Но здесь прям смотрел и балдел. Забавно было с флагом, с этими ботинками. Про Байкал мне не зашло. Я думаю, там, многим не зашло. Я вообще не понял этого. Ну, типа, то, что вы в Байкале кучу денег водите, там, утонул. Ну, это, наверное, знать надо и понимать. Я не в курсе просто событий. Но все равно, даже если это реально, то что-то как-то незабавно. Чимит. Я надеюсь, я правильно сказал имя. Чимит. Очень хорош. Это что, второй Бурдашев? Этот момент с девушкой. Особенно этот забор. А что это у нас тут за забором? Такое сладкое созрело. Тихо, тихо. Так нормально. Просто отлично. Я не знаю. Я лично кайфанул с этого и с Тихо-Тихо, и собаки, и потом ребятам. Тихо, тихо. Так нормально. Очень забавно. Также хотел отметить слова Чимита. Про совет. Ну, то, что подарок с Бурятии. И про Оскар. Если вы хотите получить Оскар, эти паразиты могут вам его принести. Прям, ну, как вы так угадали, а? Ну, они же играли до Оскара. Короче, очень круто. Глава Улан-Удэ. А что он там? Это же глава Улан-Удэ. А ты нищий. Тоже выпал просто. Ну, в общем, ребята подарили мне очень позитивные эмоции. Посмеялся. И сейчас смотрел второй раз. Второй раз, как бы, кайфанул. И подытожить хотел бы с корзинками. Внимание на экран. И если все нормально у ней. Полна корзина яблок. Полна корзина слив. То 5 баллов за то, что она пришла первой, ей обеспечено. Есть. Очень крутая концовка номера. Как мне кажется. И прям показали видос с Масляковым. Но, к сожалению, это не помогло. Но визитка была очень хорошая. Ну и Юра. Сразу скажу. Очень жаль граммофон. Блин. Ну, если он реально настоящий. И он был рабочий. Я хочу верить, что он не был рабочий. И был уже сломан. Они просто там подклеили, типа. Но очень жаль. Ну, как так можно было? У меня сердце прям сжалось. Это, ну, я не знаю. Укололи его очень-очень сильно. Но два факта чуть-чуть погодя. Просто вообще идеально зашли. Про бабушку. И про то, что это его граммофон. Я прошу прощения. Это был мой граммофон. Мне бабушка дала. Оба эти факта отвратительные. Ты понял меня? Очень было забавно. И вот этот гар, он прям тоже напоминает Бурдашева. Ну, именно вот этот вот прием общения с девушкой. Я тебя пропишу в своей квартире в центре Москвы. Ребята, да давайте я поеду. Неудобно уже перед мужиком. Просто, ну, для меня это вот связано с Бурдашевым. Потому что я, ну, предыдущие и все остальные игры не видел. Как там общаются с девушками. Я не знаю, я видел, как общаются Бурдашев. И я смотрел вот на этих ребят и думал, это мне знакомо вот по Бурдашеву. Миниатюры не все зашли. Но, в принципе, неплохо. Вот про квадрик и подарок сыну. Я бы их местами поменял. Потому что в одной он говорит, типа, хотел квадрик купить. Удочки. Ой, юбилей, что ли? И квадрокоптер. Мужчина, это продуктовый магазин у нас нет. Квадрокоптер. Видишь, сынок, папа сделал все, что мог. А чуть погодя, типа, что тебе подарить? У тебя с девочками когда-то было? Пап, я не буду отвечать. У тебя было с девочками или нет? Отвечай. Было, было. Что же тебе подарить? Что же тебе подарить? Вы их поменяете? Мне кажется, так было бы, ну, логично. Так, бомж слабоват, но забавный сигарет. Типа, можете сигарету дать. Зеленский был хорош. Министр обороны прям вообще. Давайте никуда не поедем. Там, может, Путин приедет. Я очень боюсь. Андрей, ты министр обороны? Я кайфанул с этого. Ну, типа, я в первую очередь стендапер. Хороша у них девушка, очень хорошо отыграет. Вообще, девушка и вот Гар, они прям идеальный дуэт. На них приятно смотреть, приятно наблюдать за их игрой. Так, ну, квартира особо не зашла, но вот супермаркет и первый же ответ... Не сигареты, будь добра. Да, паспорт, пожалуйста. Не, мне не в кредит, у меня прям вся сумма с собой. Я прям выпал с этого. Короче, тоже, ребята, молодцы. Визитка неплохая. Переходим к импровизации. Импровизация, это у нас такая, типа, разминка с реквизитом и какими-то темами. В общем, что у меня тут вышло? Я так вам просто скажу, то, что я здесь плюсики понаставил. В общем, Тайтнефть у меня первую почему-то в баре нам не показали. Может, либо не смешно было, либо они вообще ничего не подготовили. Короче, у меня там просто вопрос стоит. Пролетело. Доктор Хаус ответили, что это было очень забавно. А, там наоборот они все отвечали. Ну, короче, я так скажу. Буряты. СТС. И Юра ответили пельмени. Короче, все остальные по плюсу получили. Неплохо. Дальше у нас идет Трон. И здесь мне больше всего понравился ответ Тайтнефти. Паспортный стол. Неплохо. Так, а здесь мне больше понравился Доктор Хаус. Так, дальше идем. Сундук у Тайтнефти Рамзан. Доктор Хаус. Сундук. А, что-то я не написал. Что? А, он ничего не ответил, по-моему. Но ему не дали договорить вроде как. Поэтому тут... Ну, фиг знает. Тут плюс-минус, в общем. Сундук отдаю Бурятам. Момент с однушкой. Ну, был забавный, но потом они вышли еще раз. И добили хозяином. Это было просто разрыв. Ну, а у Юры в фонд кино, ну, такой плюс-минус я им поставил. Четвертый. Это дверь. Вот от нефти Максим Шарфуддинов. Ну, обидно. Ну, да. Да, неплохо, в принципе. У Доктора Хауса почему-то у нас не было двери. Я не знаю, может, опять же, не смешно было или что ли. Ну, короче, они не попали. Буряты ответили не обидно. Что тоже очень забавно. И у Юры народ в кабинете. Тут, мне кажется, все ясно. Опять же, утать нефти. Поэтому им, наверное, поставили... А я им поставил три. Ладно, пусть будет у них четыре. Ладно. Просто, ну, вот этот именно четвертый я поставил тоже Бурятам. Ну, типа, они перебили, как бы, эту шуточку. И получилось забавно. Ладно, короче, пусть тоже у них четыре. Короче, все. Переходим к музыкальному фристайлу. Не очень понравилось вообще у всех. Ну, прям, как мне кажется, слабовато было. Но сильнее всех показали себя Буряты и Юра. И сейчас все по порядку. Начнем с Бурятов. Очень хорошее начало. Четыре песни они, да, исполнили. Так, быстренько скажу моменты, которые показались забавными. Это ключи. Очень прикольная шуточка. Так, не хочу выходить замуж за этого рода. А, типа, мать твоя, я так же говорила. Тоже очень забавный момент. И селфи. Селфи прям вот самые любимые. Как хорошо, что ты пришел, Зорро. Как ты поняла, что я здесь? Я рисовала селфи. Очень круто, ребят. Ну, прям вообще, я не знаю. Я кайфанул. Вот, на протяжении всей игры я больше кайфанул с Бурятов. Очень круто, красавцы. Идем дальше. Юра. У них, в общем, хороший вокал. Ну, что у них? Пять песен исполнены, по-моему, где-то. Короче, что я отметил? Хороший вокал Офика, вот этой девушки с каре. Ну, не совсем иногда мне нравилось, как она поет. Но, в принципе, очень-очень даже хорошо. Крутейшее появление Гарри. Гарри? Гарри? Его же правильно, Гарри. Это просто идеально. Идеально все совпало. Ну, спланировано. В общем, я не знаю, как это. Но они там... Он выпил стакан, поцеловал девушку, ударил. Какой-то прилетел. Он его на стол, опрокинул, взял сумку, подошел и начал петь. И прям вот идеально. Ну, очень круто. И немного не зашли голубаны. Ну, типа, первый раз они мне зашли, когда он первый раз сказал. А в дальнейшем уже я тоже не понял эту викторину. Ну, типа, на это хотели, наверное, сыграть как-то. Что-то как-то... Короче, не прикольно. Не знаю, особо я не кайфанул. Но... В принципе, все забавно, нормально. Все хорошо отыграли. Все молодцы. Идем дальше. Доктор Хаус. Тоже нормально. Всего три песенки. Но по сравнению с другими, прям слабее, в общем. Простенько все выглядит. Что я отметил. Бэк-вокал. Сначала с этим... С Михаилом. А потом с Пелагеей. Этот диалог. Просто очень круто. Ребята, красавцы. Вайфай. Ну, пароль. Когда проходишь мимо, типа, и он автоматически подключается. А, ну и все. Ну, Королева вышла. Забавно. То, что они вот так вот потратили деньги. Она, по сути, просто вынесла стул и обратно ушла. Но что-то как-то... Очень печально. Но ребят всего... Все. Ребят всего четверо. Поэтому, в принципе, неплохо. И вот мы и подошли к Татнефти. Что, блядь, это такое? Ты что, вот это подготовил? Ну, это же музыкальный фристайл. Свобода действий. Делай, что хочу. Пошел вон отсюда. Татнефть. В принципе, ребят, неплохо, конечно. Но где шутки? В принципе, они исполнили пять коротеньких песен. Забавных. Ну, не прям смешных, но забавных. Забавной была Светлана с этой песней «Бобенка». И этот момент про 1 восьмую. То, что я вам испорчу. И вы с 1 восьмую улетите домой. Я реально уже так и думал то, что, ну, ребят, на самом деле так же и произойдет. Я вот этого немножко не понял. И вообще я не понял этого желания испортить музыкальный фристайл. Потому что выходит потом Костя и также, в принципе, поет песню «Little Big». То, что он тоже подпортит этот фристайл. Я этого не понял. Зачем вы, ребят, это делаете? И Костя, в принципе, хорош был. Максим потом выходит тоже хорош. Но, опять же, Queen. Может, хватит. Есть столько всяких разных интересных групп. Почему Queen? Единственное, что мне больше всего понравилось, это ножницы. Прям вот плюсы. Это очень круто. Но не нужно было опять все притаскивать. Ленточку. Короче, ну, такое. Я им поставил троечку. Все. На этом перейдем к оценкам. Я не обратил внимания на то, какая высшая оценка. В каких номерах. Короче, везде я оставил. Ну, так как хотел поставить. Короче, за всю игру Татнефть у меня получили 10 баллов. Доктор Хаус у меня получил 10 баллов. Хотя можно им 11. Давайте приплюсуем деньги. Нигде не приплюсует. Короче, 10 баллов. Ну, это очень хорошо. Буряты. А, Юра получает 12 баллов. И Буряты получают 14 баллов. Ну, у меня так. Для меня Буряты прям вот вообще топ в этой игре. У кого-то Юра. У кого-то Доктор Хаус. Короче, ну, юмор это такая вещь. Тут тоже действует вкусовщина. Кому-то нравится шутки. Кому-то не нравится. Кто-то понимает. Кто-то не понимает. Поэтому вот, ну, мне юмор к Бурятов зашел больше всего. Поэтому, собственно, наверное, я ему поставил 14. Ну, в общем. Но, к сожалению, им занизили оценки. И занизили оценки в импровизации. Эрнст, ну, какого черта? Я слышал там, ну, люди были недовольны. Почему вы не прогнулись опять под зрительский зал? Ну, под зрителей. 5-5-3-5-4. Почему вы не такие, типа, ой, нет, извините. Вот, пожалуйста. Ну, хотя бы 4. Ну, не 3. Ну, юмор это такая вещь. Тут тоже действует вкусовщина. Кому-то нравится шутки. Кому-то не нравится. Кто-то понимает. Кто-то не понимает. Они очень хороши были в импровизации. Я смотрю, у них одни плюсы. Они, ну, на все ситуации выходили. Очень некрасиво. Очень обидно за ребят. Это вот, ну, второй раз такое происходит. В том году мне зашли громокошки. Я прям балдел с них. Вот, в 1-й, 1-й, 8-й. И они вылетают. И я такой, что? Как так? Ну, они, по-моему, их, ну, они вылетели, по-моему. И тут та же самая ситуация. Бурятов не взяли. Вы что, ребят? Тут не надо было брать татнефть. И я знаю то, что со мной многие согласятся. Я никак вот сейчас не выгораживаю от нефти. Ну, как-то печально произошло. Ребят, вы могли как-то лучше подготовиться, наверное. Нет? Все же говорят то, что у вас есть деньги. Вам не надо покупать баллы. Вам надо покупать идеи какие-то, ну, реквизиты и так далее. Ну, короче, все вкладывайте в игру свою. Тогда вы получите респект от зрителя. А сейчас загляни в комментарии под 1.8 КВН. Так там все просто говнят на татнефть. Очень неприятно и очень обидно, с одной стороны. Но, с другой стороны, я их всех понимаю. Такого, ну, это очень некрасиво. И вот из-за этого мне жалко бурятов. Было бы идеально, конечно, если бы татнефть отказалась. Я сказал, типа, ребята, извините, но мы уходим. Возьмите бурятов. Это было бы вообще круто. Все, пожалуй, на этом все мои мысли закончились. Я не знаю, что из этого видоса вообще получится. И понравится ли вам он или нет. Но посмотрим, что будет. В общем, пишите комментарии. Что думаете по поводу игры, по поводу вот этой всей ситуации с бурятами, татнефтью. И какая больше всего команда вам понравилась. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Check it out. Подписывайтесь на канал.